Всем привет! Меня зовут Женя, я бабочка вот. И вчера ночью у нас появилась одна из самых крупных бабочек в мире, павлиноглазка Атлас. Эта бабочка очень необычна тем, что у неё на крылышках есть вот такие вот голова змеи. А ещё на каждом крылышке есть прозрачные пятнышки. И у неё вот на каждом крылышке эти пятнышки. Эти пятнышки говорят о том, что это бабочка из семейства павлиноглазок. А под семейство шилкопряды. А рот Атакуса, вот такая вот она необычная, вот такая вот у неё милая мордочка. У неё большое брюшко, очень мягкое, пушистое, очень мягкий мотылёк. И она милая. Эта бабочка обитает в Коста-Рике, Китае, ну и в Гвинеи тоже. Это самец, потому что у самок усики вот эти вот, они маленькие, у этого очень большие усики. А также ещё у самок вот эти вот прозрачные глазки на крылышках, они более большие. И форма крыла другая, и цвет отличается. Эта бабочка очень необычная. И ещё в Китае, в тех странах, где она обитает, из её огромных шёлковых коконов, которые плетёт гусеница, делают даже кошельки. И шёлк этой бабочки очень ценится, то есть которая плетёт гусеница. Потому что он крепче, чем тутовый шёлк. Вот такая вот интересная бабочка Атакус Атлас. Ещё у меня есть бабочка одна. Это бабочка... Бабочка Панаус Плексикус или Хризип. Видите, она летает. Эта бабочка живёт уже 20 дней. И у неё с рождения есть небольшая врождённая патология. Вот. На крылышке. Но ей не мешает это жить. Она также летает, кушает, живая. Что-то она делает. Но она так летает. Такая вот она необычная, маленькая. Эта бабочка из семейства Немфолиды и подсемейства Донаиды. А эта бабочка ночная. И эта бабочка кушает, а эта не может кушать. Дело в том, что когда эта бабочка выбирается из своей куколки, она прожигает её. И поэтому вместе с этим прожигается её хоботок. Поэтому она не питающаяся бабочка. Вот такая вот. Эта может питаться. Такая вот она яркая. Посмотрите, насколько она больше. Павлина глазка. Такой вот Атакус Атлас. И такая вот Хризип. Хризип это бабочка из семейства Немфолиды и подсемейства Донаиды. И это очень ядовитая бабочка. Интересно то, что яда в ней больше даже, чем в Атакус Атласе. Потому что Атакус Атлас, он даже не ядовитый. И его могут съесть хищники. Птички там. Ну и другие животные. Которые легко могут его поймать. Всем пока, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok